Как изменилась ситуация за последние минуты? Сегодня утром уже произошла перестрелка в районе блокпоста около здания завода комбикормов на въезде в Славянск. И сейчас здесь, по сути, начинается специальная операция, которую в Киеве заявляли неоднократно. Активная фаза. Силы специального назначения заходят в город при поддержке вертолетов. Вот сейчас над нашими головами кружит боевой вертолет в достаточно низкой высоте. Стоит сказать, что вдоль дорог обочина заминирована. И силы специального назначения прикрывают снайперы. Они находятся также здесь, на территории. В ходе перестрелки, которая произошла здесь утром, один человек погиб из числа местных жителей, активистов-сторонних фидерализации. И после этого силы, которые обороняли баррикаду на въезде в город, отошли. Они зажгли покрышки. Также стоит сказать, что поступают данные о том, что из других направлений в город входят силы специального назначения. Пока картина выглядит следующим образом. Я напомню, накануне в штабе народной самообороны заявляли о том, что в ближайшее время может предназначаться штурм города. Готовились к этому. Пока не ясно, каким образом будут действовать бойцы народной самообороны. Накануне они говорили о том, что готовы стрелять на поражения силы, которые будут штурмовать город. Из тех подразделений, которые дислоцированы здесь, стоит отметить, что городу на протяжении последних недель стягивались различные подразделения. В частности, были и десантники 25-й бригады, и аэромобильщики из Житомира. Более того, большие силы национальной гвардии были переброшены под изюм. И по нашему информации, выдвинулись в сторону Баянска накануне, находятся в 10-15 километрах от города. Вообще, судя по тому, где сейчас дислоцированы украинские силовые подразделения, город могут сейчас уже взять в кольцо. Но, похоже, украинские силовики решили не блокировать город, а войти сразу с нескольких направлений. Сегодня, вот сейчас, я повторюсь, медленно, силы специального назначения под прикрытием бронетехники заходят в город. По сути, они уже находятся в черте города, пока не встретили сопротивления бойцов народного ополчения. Евгений, а известно ли, кто стал жертвой этой перестрелки? Некоторые источники сообщали, что двое мужчин погибли. Около 9.30 в больницу Ленина поступил мужчина с огнестрельным ранением, что известно об одном погибшем. По нашим данным, один человек погиб в ходе столкновения, еще один действительно ранен. Сейчас он находится в больнице Славянска, а его состояния данных пока нет. Мы находимся непосредственно около украинских военнослужащих в больнице в центре города. Сейчас оттуда трудно получать информацию. Большое спасибо. На прямой связи из Славянска был наш специальный корреспондент Евгений Поддубный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!